Но я же вам сказал, да, господа мои? Нравится вам дивная пробка? И в детной пробке вы будете стоять, а домой вы когда приедете, то... Ну, примерно в 8 часов. Так. Потом вы, если еще что-то приготовите покушать, то спать вы ляжете как минимум в 11 часов. А когда вам вставать надо будет? Опять 6 часов утра. Да, дорогие мои, это я могу что-то сделать. А вы этого сделать не можете. Но я пришел сюда, в столовую по-домашнему, как раз напротив этой дивной пробки Ленина 90. Для того, чтобы вам сказать, ребятки, да зайдите сюда покушать, и пробка-то рассосется. А когда вы домой приедете, насытившись, и поняв, что это есть удовольствие, времени хватит и на детишков, да, и на кое-что другое, чего в нашей жизни-то не хватает. Любимая пробочка, а вот она. Только часть, далее будет круче. Дальше Южный мост, далее Казачья переправа. Стоять-то долго приходится, а я стоять не буду. Я просто перекушу в столовой по-домашнему, что на Ленина 90. То есть, в принципе, зачем нам пробку нужна, когда можно спокойно поесть, правильно? Ну да. Ну так вот, пока вы в пробке стоите, я вам сейчас кое-что расскажу, пока вы в этой дивной пробке стоите. Только начало этой дивной пробки. Следующая ваша пробка начнется на Завинягина, следующая пробка, она будет в районе труда. То есть, ну вот вы здесь где-то получается минут так 30 простоите, там еще 45 минут, там еще. Вот во сколько вы домой приедете? Я не знаю во сколько. Когда вы покушаете? Это тоже вопрос. Другой вариант, просто заехать сюда и подождать, пока эта пробка рассосется. Вот она уже практически, как только я покушу, она естественно рассосется. То бишь, давайте все-таки определимся, сколько вы денег тратите. Каждая женщина имеет право на что? Право на шоппинг. Естественно. Как же без этого то? У меня супруга также занимается шоппингом. И каждый раз на шоппинге она тратит где-то примерно 2,5-3 тысячи рублей. Я категорически противник этого дела, по одной простой причине. Зачем это все нужно? Потому что я, если бы сельским хозяйством не занимался, уже бы, наверное, не жил в том количестве. Теперь, вот сколько на моем столе? На моем столе где-то 250 рублей. То есть салат узбекский. Замечательная соляночка. Это же мой любимый, естественно. Плов изюмительный. Хороший плов, кстати. 100 рублей. Ну и... Эй, это же рыбка. Ну как же без этого? То есть все это стоит 250 рублей. Определимся, сколько вы вот в этот положите искусства своего изготовления. Я даже не знаю сколько. Ну как минимум так... Часа полтора-два. А может быть три. Соляночка. Она так тоже будет готовиться и 3 часа. Плов тоже так минут, наверное, полтора часа. Ну, рыбку вы тоже можете сделать. Это самый быстрый вариант. Там не так вот и долго. То есть если все это дело собрать, примерно вместе, то то, что я вам говорю, это как минимум 6 часов. Может быть и больше. Есть ли оно у вас? Да, наверняка и нету. То есть что вы будете кушать? Вы возьмете салат. Нехороший. Да. Макароны. Неизвестно какие сосиски. Непонятно. Какие пельмени. И совершенно непонятную курицу. Ну, ребятки. Если вы все это сможете сделать, ешьте, пожалуйста. Пока я мало закусываю с ульбекским салатом, вот это все делается прямо для вас. Своими руками. Ничего, здесь нету того, что могло бы быть. Да просто супер. Туда же я вгоняю, а пока наручки. Все, чтобы быстро было. Как и ментарь-то люблю. Раз, два, трех. Можно? Быстро. Есть. Куда же? Любимая моя солянка. Поверьте мне. Я езжу по всей стране. Вот. Захожу. Пробую солянку. Если солянка мне не нравится. Пойдем раз я покушаю, больше нет. Ну, с этой-то солянкой. Чтоб туда не прийти, не знаю. Просто супер. Почему у вас здесь нет, я не понимаю. То бишь, если так-то честно, все это я могу поглотить и торопяясь за полчаса. За полчаса и эта пробка рассосется, и другая пробка рассосется. Да и вообще. И цена вопросная. Да просто супер. Тобишь. Вам гораздо проще сюда прийти. Спокойненько покушать. Потом прийти домой. Либо с дитями пообщаться. Либо с супругой кое-чем заняться. Либо просто отдохнуть. Господа, я вам 250 раз, и не один раз буду об этом говорить. Что в тех местах, где я была. Поверьте. Там с ценниками. С ценунил совсем настолько круто. То есть стандартная Турция. Стандартный Китай. Стандартная Куба. Люди дома не кушают. Потому что у них есть нормальные столовые по-домашнему. Они у нас в Магнитогорске есть. Но лучший вариант, это вот эта, столовая по-домашнему, которая располагается на проспекте Ленина 90. Частенько бываем. И вечерочком заходите, да? Да. И утром приезжаю, когда есть возможность. То есть в пробке не стоим и спокойно кушаем, правильно? Очень приятно. Готовим вкусно. Ну, просто мне нравится. Вот я после работы приехал. Вот как-то так. 30 минут и пробки нет. По сути, до 8 часов вечера можно нормально перекусить в столовой по-домашнему на Ленина 90. А затем часиков в 9 лечь спать, чтобы спокойненько, выспавшись, встать в 6.00 на работу. Нормально? А то. Итак, господа, я не просто объелся, я очень хорошо объелся. 250 рублей, 250 рублей вдвоем, 500 рублей. Давайте все это дело перемножим. 500, 500, 500, 500. Практически за неделю. Это те самые 2500 рублей, которые моя супруга тратит за один свой заход. Мало того, я познакомился с нормальными людьми. Мало того, я этих людей продемонстрировал. Мало того, когда я вышел сюда, я что-то и пробки-то не заметил. То есть я спокойно, хорошо покушал, вечерочками, естественно. Сейчас приеду домой, буду с сыном заниматься. Вот чем я буду заниматься, господа мои. Потому что я покушал, там не нужно. Это столовая по-домашнему. На улице Ленина 90. В смысле, на проспекте Ленина 90. Продолжение следует...